Чтобы память о великой трагедии и великом подвиге нашего народа жила в умах и сердцах будущих поколений. В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы Русская Православная Церковь проводит международное рождественское образовательное чтение, посвященное Великой Отечественной войне. Как прошел региональный этап форума в Барышской епархии, узнаете из следующего сюжета. Открывая епархиальный этап рождественских чтений, епископ Барышский Индзенский Филарец сразу задал тему беседы. Победа в Великой Отечественной войне – это чудо Божие, которое Господь даровал нашему народу. Несмотря ни на что, мы выстояли и победили. Тут самое лучшее оружие немецкое, самые выученные войска немцы, все было на их стороне. Все, но воистину победа в войне – это было дело Божие, потому что сам Господь дал нам эту победу. Многие ветераны вернулись с войны глубоко верующими людьми. Во многом этому способствовали священники, которые плечом к плечу с солдатами били фашистов. Потом, после победы, когда помощь церкви государству была уже не нужна, все свидетельствования об участии священнослужителей в войне были уничтожены. Так случилось и с документами священника села Оськино Индинского района Дмитрия Каштанова. В поиске доказательств отсутствовали документы, утверждавшие участие батюшки в Великой Отечественной войне. Наоборот, были документы, говорящие об обратном. Но народная молва и память о священнике в селе, где он служил в последние годы своей жизни, сохранила информацию о том, что происходило с отцом Дмитрием в те годы, которые бесследно исчезают из его биографии. В епархиальном этапе рождественских чтений, помимо священников, приняли участие чиновники, казаки, преподаватели модуля УПК, представители поселений районов Барышской епархии. Обсудили множество вопросов, однако на одном самом больном остановились подробнее. Победы у нас хотят забрать, а историю перекроить. Даже в учебниках наших школьников и то прослеживается искажение в сторону западных версий. Великие битвы советских воинов ставят в один ряд с небольшими победами западных союзников. Сейчас пишут в следующем разуме. Да, почти все правильно. Но обязательно с современными добавками. Вот перелом во Второй мировой войне произошел после битвы Сталинграда, после битвы под Эли-Ламейном и после битвы возле острова Медуэй. Из-за чего потерпело поражение немецкой армии там? Потому что их союзники итальянцы просто по своему разгильдяйству просто-напросто не привезли для танков горючее через море. И все. Танки Ромеля встали. И продовольствие тоже. Да, и продовольствие тоже. Сожрали по дороге итальянцы. Это же сто процентов. Завершая епархиальный этап рождественских чтений, епископ Филарет немного вспомнил о том, как воевали его деды. И какую боль в их глазах он видел, когда они рассказывали ему о войне. Преосвященный Владыка призвал всех передавать эти истории из уст в уста, из поколения в поколение, чтобы наши потомки никогда не забывали о том подвиге и о той жертве, которую принесли наши деды и прадеды. Дмитрий Горин, видеостудия Барышевской епархии, специально для телеканала «Союз».